Конечно, слушаю россиян. Россия, Российская Федерация, враг Украины, экзистенциальный, как это сказать, то есть из этой войны выберется живым кто-то один, либо Российская Федерация, либо Украина. И, конечно, для того, чтобы узнать о россиянах, я слушаю россиян. А кого мне чилийцы слушать о россиянах? Просто я стараюсь как бы фильтровать и слушать умных россиян. Хотя тоже, кстати, не всегда срабатывают, потому как, понимаете, ситуация какая. Почему все эти люди, которых я довольно давно слушаю россиян, условно говоря, молчаная, наземцева, Говорили, что войны не будет в 1922 году. Потому что для людей умных совершенно очевидно то, что нападение на Украину для Российской Федерации крупномасштабное в 1922 году. Это суицид откровенный. Но умным россиянам тяжело себя поставить на место Владимира Владимировича Путина, которым умным россиянином не является. То есть то, что для них кажется, для умных кажется очевидным, для Путина, понимаете, дурак это как бы, вот хорошее сравнение, дурак это как мертвый. Сам не чувствуешь, и плохо только окружающим. Вот это, понимаете, это точно совершенно безумная идея. Я лично в 1922 году жену успокаивал в феррале, не будет никакой войны. Ну какая война? А я же уже атошник был, я же уже боевым опытом, сержант. Я говорю, Таня, плюс 5, жена Таня. Таня, плюс 5, температура. Нас чернозема метр под Харьковом. Какие же они нападать на нас будут по чернозему? Танки застрянутся. Они что, по дорогам, по асфальтовым колоннами пойдут, чтобы мы их пожалели кидренифейн. Они же не настолько идиотные. Ну, оказалось, нельзя никогда не дооценивать глубину глупости оппонента. Ну и в принципе могло сработать на самом деле. Там дня, мне на четвертый день жена говорит, а что ты хандрил три дня, а теперь песни на гитаре играешь? Причем, что я на Северной Салтыке у нас стрелковые бои под балконом. Я слышал с окна, слышал, как перемещается по фронту акцент атаки. Стрелка дня. Да. И я объяснил, что Тань, если они умудрились за три дня даже Харьков не окружить, который 26 километров от моего балкона на Северной Салтыке до границы с Россией, если даже не Харьков за три дня не окружили, то дальше победа Украины это только вопрос времени и жертвы. И, в общем-то, я остаюсь при своем мнении. И на самом деле для Украины как ни... То, что не подрадоксально, а как ни тяжело для солдат, для граждан Украины, чем дольше Россия будет в эту войну втягиваться, чем больше ресурсов будет высасываться. Да, вот сейчас там перебита уже половина армии Российской Федерации, сейчас эти мобилизованные, вся эта новейшая техника уже отправилась в зад, если за Черноморским флотом. Тем лучше для Украины, то есть много дольше не сможет Россия восстановиться после такого трэша, который устроил ей Владимир Владимирович. Но слушать надо, да, потому что ты понимаешь, как, по крайней мере, все равно конец неизбежен, он будет однозначно. То есть моя, там, как бы я за что воююю? Я воюю за то, чтобы Россия явно уже ушла туда, к Китаю, к Азии, в узком смысле Азии, я имею в виду там Северную Корею с Китаем. И то не факт, что Китай еще к себе Россию примет. Не особо-то он, по-моему, рвется себе такого сиамского близнеца диктатора на горб взваливать, обескровленного Украиной, в первую очередь и Западом. Но теперь уже, по-моему, всему миру понятно, что Украина никакая не Россия, не часть России, и мы точно уже будем Украина, частью западного мира, где не сажают на бутылки, понимаете, как в Российской Федерации, где сынок Кадырова, блин, не, блин, бьет на камеры, блин, заключенного, получая потом за это ордена. Да, где вот это все зверье чувствует себя как дома в России-матушке. Вот Украина уже благодаря тому, что показала Украину, украинские солдаты, украинский народ яростным своим сопротивлением. Никто же не верил в то, что Украина выстоит, да, там эти трехзвездные, пятизвездные генералы американские, начальники штабов МИЛИ, начальник объединенного комитета штабов. Он говорил, что Киев продержится сколько там, две-три недели, да, он говорил? Почти как Арестович, что Арестович у него стибрил это. Ну, Украина показала, что мы настолько не хотим быть частью Российской Федерации, России в широком смысле, что готовы ради этого и умирать, и убивать. И думаю, что судьба Украины уже решена в этом смысле. Мы полностью показали, как когда-то Китай конфликтом на Даманском острове, да, остров Даманский, войной с Советским Союзом, показал, что они хоть и коммунисты и там, и там, но Китай это не то же самое, что Советский Союз. И Америка в это поверила, я так понял, благодаря этому выделила там и ресурсы, и рынок сбыта открыла для Китая, чтобы поднять Китай в противовес Советскому Союзу. Ну, я думаю, сейчас то же самое мир уже понял, что, несмотря на то, что украинцы, конечно, такие же славяне, как и россияне, ну, по крайней мере, часть россиян славяне, тем не менее, это точно не один народ. И как бы поляки есть, тоже славяне, чехи есть славяне, так что мы теперь в этой когорте, а не с россиянами. И оно, конечно, того стоит, потому что это вопрос, если вы не хотите жить в Украине на здоровье, можно там сдреснуть куда-то, уехать в Америку, там, в Австралию, там, ну, куда угодно, Господи. Но если вы хотите, чтобы ваши дети там жили на земле своих предков, то за это стоит бороться. А россиян, слушайте, умных, ну, умных россиян почему нет? Игорь Липсиц, прекрасно, один из основателей школы высшей экономики, российской, умнейший мужик. Человек, который в 92 году понял, что добра не будет от этой страны и уже стал, по его словам, помогать индивидуальным людям, которые из этого Мордора, ну, это уже мои слова, вырваться хотят так или иначе. Иноземцев, слушайте, почему нет?